приветики я сейчас завтракала и пересмотрела видео свое которое я сделала вчера вот по поводу того как у меня происходило это в общем как я обнаружила в себе агрессию и многие исходя из того как я объясняю свою эмоциональную цепочку размышлений и вообще цепочку размышлений это наверное немалая часть людей могут сказать и подобные но если меня то же самое и словами скажут типа лезть сужи где нет диагноза знаете в этот раз я с вами соглашусь с вашей логикой да вы правы у вас наверное то ну типа этого недостаточно для расстройства но фишка в том что у меня это проявляется на физическом уровне это что я могу логически объяснять свой страх это просто мне помогает справляться с физическими симптомами потому что физические симптомы они у меня не так часто проявляются сейчас но например если я вообще забиваю я забивала хер на свое расстройство потому что я думала да это фигня все то дальше происходили как это наверное сказать рецидивы что в итоге заканчивалась больницами и паническими атаками и другими какими-то неврологическими симптомами то есть у меня я не знаю что такое невралгия но короче на фоне каких-то подобных малейших стрессов если я их могу проговаривать осознаю успеваю осознавать что у меня не происходит физические симптомы если я не осознаю что происходит вот эту цепочку я не осознаю проговаривать не знаю пока что нет необходимости надо проговаривать если не проговариваю это просто эмоционально может справляться и потом дальше я такая опыта чик 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 типа заметила вчера какой-то ярко выраженную агрессию вот но если я не осознаю то там дальше включается тело например я не помню рассказывал я или нет но ходила я недавно в парк на свидание с одним парнем мы с ним поехали в парк завьялова вот мы с ним гуляем минут 15 и он не говорит про то как он меня влюблен в таком типе таком ключе обнимает меня с одной стороны это приятно то что ты уже понравилась человеку и он так открыт к тебе что произошло через 10 минут через 5 минут даже может быть я стала очень плохо у меня такая появилась сильная тяжесть в сердце очень сильная меня никогда таких не было ощущений это было вообще что-то новое никогда в жизни такого не испытывал кого-то бы мне кто-то давит так сильно без какого-либо предмета просто вот такое вот сильное давление мне на сердце ну вот в этой части вот может быть это было не сердце на самом деле не знаю просто тут в этой части я стала чувствовать он заметил что мне плохо я не осознавала я такая думаю я иду и такая я чувствую я не понимаю что это я не знаю почему и он видимо по моей реакции заметил то есть я уже начала проявлять как у меня ну типа то есть я стала сконцентрированной на чем-то другом и он заметил он говорит тебе плохо я говорю да хотя может даже я сказала что неплохо в тот момент и я была память в общем она уже начала это я уже находилась где-то 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 непонятно где наверное так сказать я говорю да мне плохо он меня так вот полностью берет так что я просто ногами вот так вот ели как перед перебираю и мы идем к машине сразу же вот и я конечно же знаю мне мой психотерапевт дает большое количество упражнений и про дыхание я знаю важность этого на своем опыте проверяла я занималась и йогой 9 месяцев медитациями уси в большем количестве я освоил это и я знаю важность я знаю эффект поэтому конечно же сразу же начинаю глубоко дышать хорошо что иногда у меня бывало раньше такое сдавливание в сердце что я не могла сделать дох большой но тут я могла дышать хорошо я дышала мне лучше не становилось и в тот момент у меня такое легкое как головокружение то есть я находилась где-то уже то есть это физически то есть я физически не очень-то на таком как такое пограничное состояние физически именно вот и значит мы сели в машину мы только сели и он видит что мне плохо я думаю мне сразу станет лучше то есть я могла в тот момент немножечко осознавать то есть планировать по мне сейчас станет хорошо так не произошло почему-то вот честно я я просто я не понимала что происходит он говорит тебе плохо я говорю да он откинул сидушку я легла я поняла что если я сейчас там я представляла как мне сейчас нужно дойти до дома и понимала что я просто упаду я упаду и все и непонятно что это короче все это прошло от начала возникновения только через полчаса мне стало нормально вот а еще ну да головокружение было я не задыхалась мне было такое что я задыхала что у меня теперь как мне было тяжело говорить у меня пульс такой сильный был тут были другие симптомы хотя я принимаю лекарства и как я сказала психотерапевту потом рассказала эту историю начали искал папа говорит расскажи психотерапевту как только рассказала психотерапевту она говорит потом я сказала ей то что за 15 минут до этого мне мужчина сказал такую как бы проявил свою симпатию и в какой-то степени чувства наверное интересно такая реакция на близость вот может быть если бы я осознала в тот момент что типа ой а почему ты так ко мне что чувству то есть я даже не могла осознать я не почувствовала свое напряжение от этого и они осознала свое напряжение я не осознал но мысли которые мне были то есть не мысли были типа подожди почему-то гранистоку что происходит вот этого всего не было она была сжата а потом это начало проявляться физически поэтому мои расстройство личности она управляться физически если я могу отслеживать что со мной происходит тогда 대해서 мое на физическом уровне как бы все нормально как минимум это эмоционально может проявляться вспышки какие-то но я иногда она вчера получилось мне такая типа так что листочка ты вышла в другом состоянии вот а если я не успеваю свои эмоции мысли отследить осознать вот это вот все забиваю хер на свои мысли то там дальше сердце пульс тело тремор я не знаю что будет может быть его новенькое что-то покажет мне очень люблю свое тело очень люблю очень ценю свое тело и поэтому в общем знакомость всякое такое вот надо будет еще рассказать психотерапевту что вот я когда прослушала свое видео я сидела завтракал я смотрел это видео я прослушала и я такая но я не знаю но что это фигня я такая сижу просто не требует ну ладно иногда может быть это может быть нормально не знаю моим я говорю лично про себя в общем такая вот типа так на физическом уровне проявляется мое расстройство и это не про то что тебе только плохо но типа эмоционально цветом тебя кто-то видел а про то что мое тело как бы сдерживает меня в обычной жизни и я то есть это самое яркое атак на постоянное ярко и не ну сейчас пока что не каждый день такое происходит и это даже не паническая атака хотя я не знаю непонятно что относится к панической атаке но память да ну ну да в моем расстройстве я потом может возьму телефон зачитаю про свое расстройство но еще это я не могу сконцентрироваться ни на чем абсолютно я не могу вести нормальный образ жизни там заниматься спортом быть активной я не могу это все у меня не то что я не хочу у меня просто нет на это силу потому что мое расстройство на забирать все силы а еще она приводит к тому если запустить то иммунитет просто ослабевается потому что мой организм тратит все силы на мое эмоциональное восстановление ему те иммунитет из-за этого а потом проявляются болячки снова на физическом уровне там что-то с кожи вот у меня сейчас говорю у меня какие-то на коже покраснение лишай не лишай сухость глаз урз урви горло болит температура у меня каждый день каждый день я живу с температурой уже на протяжении почти девяти месяцев ну полгода точно у меня температура 3 7 3 3 7 5 я уже не меряю давно постоянно поэтому какой спор когда температуру меня нету сил просто этим заниматься что еще потом по гинекологии проблем микрофлоры сразу же у меня уровень ну типа у нас есть и хорошие как бы существа так сказать а есть и те которые если их станет много то станет организму нехорошо слабый иммунитет этих злых чувачков становится больше появляется дисбаланс во всем организме и там дальше чего угодно грудь у меня вообще просто болит невозможно что хочется пить противообезболивающее при начале менструации вот так что сейчас я прочитаю свое расстройство но мне кажется это даже не оно расскажу психиатру что у меня есть потому что физические симптомы у меня офигеть так конверсион у меня смешанное конверсионное расстройство но когда я убиваю смешанное конверсионное расстройство google показывает первое диссоциативные в скобках конверсионные расстройства это состояние характеризующиеся непроизвольным уходом от реальности который выражается в частичной или полной потери сознательного контроля над памятью самосознанием ощущениями двигательными функциями но у меня еще отяжеление физических симптомов и поэтому ребят вот у вас также давайте уже вроде бы понятно все объяснила надеюсь я скоро стану здоровый или найдется правильное лечение чтобы помочь мне справиться с тем что я сейчас и и и и и и Продолжение следует...